Но проблема еще и в том, что в Казахстане много лет подряд готовили не просто недостаточное количество специалистов технического профиля, а готовили во многом совсем не тех, кто был необходим реальному сектору экономики. Как исправляется эта ситуация, расскажет Кунсая Курмет. Представлена система освещения автомобиля. Получается, она стоит из габаритных огней. Потом ближнего света, дальнего света, поворотников, аварийной световой сигнализации. Здесь, получается, ищем неисправности и устраняем их. Так студенты Политехнического колледжа столицы готовятся к практике на предприятии. Конкретно сейчас диагностируют программу электронного оборудования автомобиля и находят ошибки. Новое всегда интереснее, говорит будущий техник-механик Владислав Зубарь. Поэтому дни практики по модулю сервис электромобилей никогда не пропускают. Нравится ремонтировать автомобили. Это очень интересно. В данный момент автомобили были оснащены уже более электрическими сетями. В основном новейшее электрическое оборудование. Исчение более современное уже идет со всеми блоками сигнализации. Модуль по ремонту и обслуживанию электромобилей в специальность Владислава был внедрен совсем недавно. Это стало возможно благодаря академической независимости, которую Политехническому колледжу предоставило Министерство образования. Теперь у них есть свобода выбора. По какому плану обучать студентов и какие сроки для этого понадобятся. А уже производственную практику студенты проходят непосредственно на предприятиях. Такая модель профессионально-технического образования называется дуальным обучением специалистов. Заключаются договора с компаниями, которые желают участвовать в дуальном обучении. Суть которого подразумевает совместное участие в подготовке тех специалистов, которые сегодня востребованы этими предприятиями. Разрабатывается совместно рабочий учебный план, где предусмотрена большая часть практического обучения, производственного обучения. Если раньше Министерство образования разрабатывались типовые учебные планы и программы, и, соответственно, колледжи были вынуждены разрабатывать свои рабочие программы на основе типовых учебных планов программ, то это предполагало достаточно сложную адаптацию образовательных программ в жизни на самом деле. Соответственно, мы имели огромное количество недовольства со стороны рынка труда. По данным научно-исследовательского журнала «Атлас новых профессий Казахстана», 70% специальностей, необходимых нашей стране, технически. Но для того, чтобы подготовить высоко квалифицированных технорей, необходимо переформатировать систему образования под запросы работодателей. Потому как технологии не стоят на месте, а учебные программы и материальная база колледжей и университетов давно устарели. Вот и получается, что предложения не соответствуют спросу на рынке труда. Когда мы готовим кадры для непонятно кого, вот и становится проблема системы трудоустройства. Он выходит на рынок труда. Для кого готовили этого кадра в пустоту? Для национальной экономики. Что такое национальная экономика? Это в первую очередь региональная экономика. Это в первую очередь предприятие, которое сидит и ждет своего кадра, своего специалиста, обученного под его запрос, под его лекала, под его промышленный стандарт, под его требования. Впрочем, дуальное обучение, основанное на формуле 40% теории и 60% практики, существенно сокращает эту пропасть между потенциальным работником и работодателем. Потому как студент проходит практику именно на производстве, а значит, будет отвечать всем требованиям рынка труда. К концу учебы там же сдает экзамен. И если выпускник доказывает свою компетентность, то ему предлагают работу. Кроме этого, период прохождения производственной практики засчитывается как трудовой стаж. А это уже предприятие, на котором студенты проходят производственную практику. Здесь они не просто оттачивают свои навыки и знания, но и могут зарабатывать. Предприятие платит студентам компенсационные выплаты за выполненную работу. Во время практики к студентам прикрепляются наставники, которые тоже получают дополнительные выплаты за обучение. Если раньше зарплату должно было платить предприятие, то теперь это обязательство на себя взяло государство. Впрочем, наставники рады обучить и бесплатно, потому как рабочих рук катастрофически не хватает, говорит Ганни Сериков. Я сам закончил политехнический колледж в 2007 году. И рад, что у студентов сейчас есть такие возможности. Они здесь получают бесценный опыт, который за деньги не купишь. И если хорошо работают, мы их материально поощряем. Тем временем некоторые предприятия не просто предоставляют площадку для практики, но и берут шефство над колледжами. Сегодня в Казахстане уже больше 400 колледжей находятся на попечении крупных производств. К примеру, мы начали обучать операторов дронов на базе Хромталского Высшего горно-технического колледжа для предприятий Казхрома. На базе 15 колледжей Павлодарского региона сейчас запускаются абсолютно новые профессии, абсолютно новые квалификации. Менеджеры по приютной аналитике, менеджеры по надежности, которые раньше существовали в зачаточном состоянии, либо вообще этих программ не было. Впрочем, для того, чтобы разработать новую учебную программу и обучить студентов тем самым навыкам, которые так необходимы производством, преподавателям тоже необходимо учиться. Для этого... Сами педагоги, для того, чтобы написать эту программу, стажируются на предприятии. На базе Казахстанского электронизного завода неделю, две недели педагоги проходили стажировку, обучались, работали очень тесно с главным металлургом КЭЗа, с начальниками цехов, главными инженерами. В нынешнем году на подготовку востребованных специалистов Министерство образования выделит 20 тысяч целевых грантов. Они будут распределены строго по тем спискам, которые предоставили предприятия, нуждающиеся в квалифицированных кадрах. В ответ работодатели обязуются гарантировать трудоустройство, подготовленных за счет государства специалистов. Такой подход должен помочь не только прогнозировать потребности рынка, но и снижать уровень безработицы, выпуская только востребованные, высоко квалифицированные кадры.